Привет, мои дорогие! С вами снова Элина. Сегодня я решила снять болтологическое видео в таком лайфстайл-режиме, потому что у меня не заряжена камера. Я решила снять на обычный телефон, который так-то тоже скоро сядет. Ну ладно. Принцесса напротив замка. Хотела немножко сегодня поговорить про свидание, потому что не так давно мне предлагали запросы, несколько вопросов про свидание. Думаю, что будет интересно поговорить. Я не знаю, насколько мои руки выводят, чтобы так её держать. На самом деле она уже на грани. Надо найти какое-то место, где мне можно будет снять. Я даже не знаю. Так что, возможно, буду менять локации, ракурсы, потому что, мамочки, рука моя уже отваливается. Первый вопрос был такой. Как лучше одеться на первое свидание? Вообще, не помню уже где, возможно, в многих местах даже это было, советуют, что нужно одеваться как можно более закрыто. Вот. Чтобы у мужчины, при этом женственно, чтобы у мужчины только возникла идея того, как вы выглядите, но они не могли видеть всё, как оно обстоит по факту. Да, то есть, если у вас голые ноги, голые декольте, то, в принципе, загадки для него уже остаётся не настолько и много. Вот. Вот сегодня, например, у меня, кстати, вот образ, вот как нельзя подходящий. Длинная юбка почти до пола и закрытая блузка. Но в то же время проглядывается и талия, и грудь и попа, поэтому как бы фантазия возникает, но при этом ничего не видно. Это видео, честно, можно сказать, ожидание реальность, потому что это всё, конечно, совет. Но что я лично сама надеваю по факту на свидание? Да что придётся. Главное, я считаю, выглядеть красиво, ухоженно, чисто и уверенно в себе. На самом деле, в основном, я одеваюсь, наверное, именно более как-то женственно-сексуально на свидание. В принципе, всегда стараюсь быть женственной. Вот. Особенно на первое свидание, потому что первое свидание, да, оно самое такое... Короче, как, встречать по одёжке, или как называется, первое впечатление, самое главное. Тем более, что у меня сейчас вещи лежат абсолютно в разных местах. И не всегда нахожу порой что-то такое дико закрытое. Вот. Когда, например, сегодня, вот видите, надо было... Нашлось, кстати, сегодня у меня тоже может быть свидание. Вот. Поэтому надеваю обычно, что придётся, кстати, если даже найду... Это точно, найду, они у меня есть, если не поленюсь. Вот. Встали фоточки, как я ходила на свидание. Покажу вам. В каких образах, конечно, далеко не такой закрытый образ. Но, в общем, что нахожу, что хочется надеть, то я надеваю. Я вообще человек, который не особо следует правилам. Если вы, наверное, меня давно смотрите, уже в курсе этого всего. Меня, конечно, многие пытаются переодеть. Когда я надеваю что-то очень скромное, все пишут, как тебе красиво. Тебе нужно ходить только так. Ты выглядишь благородно, дорого и так далее. Это очень приятно. Но я люблю быть разной. Я люблю яркие образы, люблю вызывающие образы иногда. И, в общем, по настроению. Разное люблю. Поэтому, вот какое у меня сегодня будет настроение, так я на свидание и пойду. Я думаю, что главное здесь... Конечно, мужчина может подумать, что в первую очередь он захочет, может вызывающий и так далее. Но я считаю, все зависит от поведения. Как вы себя будете вести, так мужчина к вам будет относиться. Потому что многим нормальным, адекватным мужчинам приятно, если у них девушка сексуальная. Но при этом она только с ним. При этом она недоступная, да, сразу как бы ее нужно добиваться. Но при этом она вызывает желание. Мне кажется, многим мужчинам это адекватно, может быть, даже и нравится. Поэтому я сильно не следую этим правилам. Так, далее был вопрос. Как правильно заполнить анкету для сайта знакомств? Я на сайтах прям таких не сижу. Они у меня есть, эти анкеты еще со времен, не знаю, институтских, наверное. Но при этом я ничего особо уже сто лет не заполняла. Поэтому даже, если честно, не знаю. Наверное, нужно вкратце, именно вкратце, какие-то основные пункты выделить в своей анкете. Что для вас важно, кто вы сами по себе. Может быть, какую-то шуточку добавить. Потому что меня лично цепляют анкеты у мужчин, когда у них есть какая-то шутка. Вот. Всегда как-то думаешь. Ну, человек с чувством юмора хотя бы дружит уже хорошо. Я не запарюсь на свои анкеты. Я выложила фоточки. Нашла фотки такие красивые, сексуальные, но не слишком. То есть, скорее, более женственные такие. Где что-то можно там просмотреть, где я выгляжу красиво, но при этом не вульгарные. Там не супер декольте или что-то такое. То есть, более такие нежные, аккуратные. В общем, какие-то загадочные. Не знаю. Даже, может быть, серьезные. Но ошибка, конечно, вульгарных фото грузить не надо на знакомство. Потому что иначе будут все думать, что вы паразиты. Вот. Плюс, наверное, можно загрузить даже каких-то более натуральных фоток. Чтобы люди не думали, что вы вообще какой-то сидящий непонятно где. Там, не знаю, какой-то мужик, который пытается содрать деньги с мужиков на сайте знакомств. И постит чужие фотки. То есть, можно какие-то лайфстайлы и фоточки тоже запостить из жизни. Чтобы люди видели, что это реальный человек. И фотографий должно быть несколько. Чтобы, если это одна какая-то фотка и красивая. В большинстве случаев это спам. И люди не воспринимают серьезно. Мне кажется, вообще такие анкеты. В принципе, надо быть собой. Не надо пытаться строить из себя кого-то другого, мне кажется. И не надо, возможно, выдавать слишком много информации такого рода, что я хочу замуж и троих детей сразу же. Хотя тут вопрос спорный. Потому что, если вы от напишете, то у вас отсеются всякие несерьезные кандидаты. Возможно. Но, с другой стороны, возможно, вы кого-то отпугнете. Поэтому дайте какое-то представление о себе. Например, что вам нужны только серьезные отношения. Не знаю, но не пишите слишком много информации. Далее был вопрос. Какие фразочки нужно использовать для первого знакомства, для первого общения? Я, кстати, извините за голос. У меня все еще он не до конца вернулся. Но уже его больше, чем раньше было. Так вот, я считаю, что первое не нужно вообще писать. Я проводила опыты на том же тендере. Писала парням первое. Скидывала просто смайлики. Но все равно никакому общению это не приводит. Потому что мужчина все-таки должен быть мужчиной. И должен писать вам первому. Это норма. Поэтому я лично считаю, что писать первое. И придумать какие-то прикольные фразочки. Это прерогатива мужчины. Пусть он этим и занимается. Ну, еще один вопрос был. Какие важные вопросы нужно задать на первом свидании? Если честно, я никогда не готовлюсь. Что спросить и все такое. Потому что мне кажется, что важно должно быть то, что вам просто комфортно с человеком находиться. Комфортно разговаривать. Кстати, вам есть о чем поговорить. У вас есть общая тема. У вас нормальный язык. Как сказать? Язык разговаривать. В общем, для меня на данный момент все-таки важно, чтобы я могла коммуницировать с человеком. То есть, если человек плохо говорит по-английски, на данный момент меня это дико будет бесить. Понятно, что есть какие-то ошибки. У меня они тоже есть. Но если человек будет говорить с ужасно диким противным акцентом. Если он будет дико все путать. Не знает слова. Если я буду говорить, он не понимает меня. Мне будет сложно просто коммуницировать с человеком. Вот и все. В общем, смена караула. Сейчас куда-нибудь поставлю. Не помню, на чем я остановилась. В общем, да. Я считаю, что главное, чтобы было о чем поговорить и чем помолчать. Потому что если изначально с человеком дискомфортно как-то совсем от слова. То есть, бывает, когда, конечно, неловкость. Потому что первое свидание, люди могут стесняться, смущаться и все такое. Но если вам реально неловко просто с человеком, вы не знаете, о чем поговорить. Вы сидите, только молчите. Конечно, это тяжеловато, наверное, будущее будет с таким человеком общаться и какие-то отношения строить. Хотя, как всяко бывает, нужно, наверное, дать второй шанс. Возможно, с человеком, в принципе, сильно понравится. Но я, в первую очередь, просто натурально, как бы, на свидание смотрю, могу ли я общаться, интересно ли мне общаться. Я люблю, когда парни сами начинают первый диалог, задают вопросы. Когда не только ты все спрашиваешь, как в интервью сидишь, а они тоже что-то задают и спрашивают. И очень, конечно, круто. Когда-то у меня был очень дико красивый доктор. К сожалению, сейчас, видите, нет доктора, некому меня лечить. Общались мы с очень красивым парнем. Короче, я помню, что я не знала, о чем я с ним поговорить. Как-то у нас какие-то были тоже вот такие вещи, паузы какие-то, в общем, что ли. Я у подружки даже спрашивала, что у меня у вас спросили, о чем я с ним поговорю. И я подглядывала, вот даже телефон, какие-то вопросы у него спрашивала. Понимаете, это, конечно, возможно, был стыд, конечно, испанский, но такое бывает. Итак, я начала смотреть, какие вопросы нужно задавать мужчине. Вообще, конечно, наверное, важно спросить потихоньку, опять же. Хотя можно и в лоб, вы знаете, как хотите, делать, что хотите. Я по настроению веду себя. Потому что бывают люди, которые такие аккуратные, стеснительные, воспитанные. Бывают такие, оторви, да брось парня, с которыми нужно общаться вот так же. Поэтому вот как почувствуете. И тут чуть-чуть надо в этом деле тоже выработать. И передцеловать немало лягушек, я так сказать. Ладно, целоваться не обязательно, но, в общем, вы поняли суть. Нужно выяснить, что человек хочет. У меня часто, кстати, с парнем вот сами первые спрашивают, хочу ли я детей. Что я вообще хочу, в принципе, по жизни, на будущее. Поэтому нужно прояснить. Если у вас, точнее, одинаково ли у вас цель по жизни. Хочет ли он, в принципе, отношений. Что ему нравится в девушках. Ну, можно спросить, почему прошлые отношения не удались. У меня это часто эти разговоры почему-то затеваются. И в основном даже от мужчины. Такие вопросы идут. Можно, ну, про детей, как бы, не знаю. Тут такая тема аккуратная. В принципе, если вы торопитесь, вам это важно. То можно и, ну, чуть-чуть, как бы так, потихоньку на эту тему выйти и спросить. Но, опять же, надо это делать, наверное, аккуратно, чтобы не напугать. И отвечать самой аккуратно на вопрос. И не пугать парня тех, что вы хотите целый табор детей просто. Потому что, может быть, он хочет максимум одного. Это через 10 лет. А вы хотите вот прямо после первого раза, чтобы у вас все уже сложилось и получилось. Поэтому аккуратнее. Вот. Наверное, главное прояснить вот такие цели. Ну, не знаю, узнать, чем человек любит заниматься. Как бы, если у вас общие интересы. Будет ли вам интересы, может, вам будет безумно неинтересно вместе. И, когда первая страсть придет, вы поймете, что вам просто нечего вместе делать. И нет никаких абсолютно интересов общих. Да? Так, Мира, ну, дай я досниму. Можно мне тоже? Мне тоже, ну, давай. Мнение мужчины. Мужчины в любом возрасте ведутся примерно вот так вот, да? Вот, поэтому, конечно... Так, пошла проверю уху. Поэтому, ну, такие важные вопросы, которые важны для вас. Что для вас важно? Задавайте то, что важно для вас, потому что у каждого свои цели. Но, в принципе, вот в Голландии абсолютно нормальное явление. Спрашивать, чем человек занимается, как он зарабатывает на жизнь. Мне парень сегодня написал, и вчера, ну, не суть важно, когда. Просто, привет, я говорю, привет, он говорит, чем ты занимаешься по жизни? Типа, где ты работаешь? Я говорю, очень приятный первый вопрос. То есть, это вообще здесь абсолютно норма. Если у нас, я не знаю, как сейчас, может, что-то менялось. Раньше это было как-то не очень этично сразу спрашивать, да, где ты работаешь. То сейчас это абсолютно... Радмира, иди домой, замерзнешь. Иди сюда. Вот, и сейчас это абсолютно уже какая-то норма является, что можно просто спросить, по крайней мере, здесь в Голландии, чем человек занимается, где работает. Потому что, ну, может быть, для вас это принципиально. Может быть, он дворник, я не знаю, может быть, для вас это неприемлемо. Поэтому, что для вас важно в человеке, в мужчине, я думаю, в первую очередь про это нужно и... нужно и спрашивать. Если для вас важно, ну, сколько человек сердечный, насколько носится крадни, вот, можно какие-то тоже прочекать такие мелкие какие-то вещи, но когда человек рассказывает вообще про свою семью, вот в этих мелочах, мне кажется, очень много на самом деле видно. Я вот обращаю внимание, оставляет ли человек на чай, сколько оставляет. Это, конечно, не главный показатель, но для меня этого касса довольно много. Я ненавижу жмотов. Ну, да, смотрите, платит ли вообще парень за вас или нет. Запоминайте слова, которые он говорит, смотрите, что он из этих слов потом будет делать. Вот. И не торопитесь, конечно, сразу. Все, я сразу. Вот. Ну, как-то такое, наверное, у меня мнение. Не знаю. Ну, вообще, я говорю, я ни к чему не готовлюсь обычно, делаю все спонтанно. С обстоятельствами, потому что каждый человек, к нему нужен разный подход. И уже это все, понимаешь, в процессе. Но если хотите задать какие-то важные вопросы, то подумайте, что для вас в первую очередь важно, и это уже задавайте. Ну, можете подготовить на телефоне все эту, как называется, вопросики, как я один раз вот с доктором делала, потом куда-нибудь сходить в туалет, или пока он в туалет идет где-нибудь в ресторане, и просто посмотреть и что-то спросить. Потому что она реально забываешь, иногда стесняешься, иногда у тебя мозг вообще отключается. И если это действительно важно, можно вот такого сделать трюк и подглядеть. Но почему нет? Вот. Ну, а если реально общение, мне кажется, не клеится, то, наверное, дальше тоже вряд ли оно будет клеиться. Вот. Поэтому такие дела. Да? Вот. Короче, такие были ответы на вопросы. Сегодня было до свидания. Если будут больше спрашивать, чем будут записывать. Вот. В общем, да, спрашивать, если что, какие-то будут вопросы еще, рассказывать потихонечку. И мне ваши вопросы, идеи всегда очень помогают. И, в общем, да, до следующего видео. Ну, что ты хотела, ты снять, а ты ушел. Говоришь, хочу сниматься. В общем, до следующего видео. Всем удачных свиданий. И пока-пока-пока-пока.